Всем привет! Вас приветствует Настя Кальченко. Сегодня я вам хочу показать, как сплести легкий осенний браслет из бисера, как всегда. Для этого нам понадобятся осенние цвета, которые бывают осенью. Это такой вот оранжевый цвет, цвет листьев желтеньких или оранжевых. Дальше бирюзовый, как бы морской цвет, но по-настоящему он называется бирюзовый. А вот это вот розовый цвет. Чаще всего таким цветом растут цветы, которые распускаются осенью. Конечно же, нам понадобится леска, ножницы и замочек. Кстати, наш браслет будет на замочке. По такому принципу можно сплести браслет на ногу. Итак, для начала я бы хотела бы показать, как закрепить замочек на леске. Отматываем лески небольшой длины. И мы закрепляем наш замочек так, чтобы он больше никуда не делся у нас. Ну, берем наш замочек, вот продеваем вот сюда, вот видите, вот леска, вот он. И мы продели сюда замок. Вот. И завязываем так на три узла. Вот я закрепила цепочку нашу. Теперь начинаем плести браслет. Для этого мы берем любой цвет. Я возьму я возьму цвет такой вот розовый. Вот такой вот розовенький я возьму цвет. и надеваю на один конец лески три бисеринки. продеваю. Вот так. вот я проделаю. Теперь я продеваю похожий цвет, только оранжевый. Вот такой. вот. Теперь беру бисеринский цвет, продеваю продеваю в одну и через верху другим концом клетки продеваю сверху. Вот так. вот и у нас получается вот такой вот бисеринский цвет. Вот и у нас получается вот такой вот Такой вот браслет. На вот этот вот конец лески, на котором были три оранжевых, мы надеваем опять же три оранжевых, чтобы было все как бы одинаково. Вот так. Раз, два и три. Вот. Продеваем. Так вот у вас должно получаться с каждым разом и закреплять все это бирюзовой бисеринкой. Вот. А почему бирюзовый? Потому что как бы бирюзовый разбавляет немного розовый и оранжевый. Как бы он немного разбавляет. Вот. Теперь на другой конец лески я продеваю опять же эти три розовых бисеринки и у нас получаются вот такие вот колечки. Сейчас я продену и вену нашу бирюзовенькую бисеринку. Итак, вот я продеваю и это все бирюзовой бисеринкой закрепляю. Так. Ну и другой. И продеваю через верх. Вы узнаете, как это продевать, так что я вам не буду объяснять. Просто посмотрите мои видео уроки и вы поймете, как продевать. Вот так вот. Вот такие вот колечки получатся у вас. Ну и в том числе у меня. Должны получиться. Примеряем, как смотрится наш браслетик. Вот так вот красиво будет смотреться на моей руке. Вот. Таким вот способом мы плетем дальше. По размеру своей руки. Если даже будет немного ужимать и вы не сможете снять, просто расстегните цепочку и доплетите дальше до конца. Все. Вот так вот доплетаем. В конце видео я вам покажу, как завязывать все в конце на цепочку. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Вот я доплела мой браслетик, вот такой вот он красивый, осенний, в осеннем стиле получился. Теперь я, как зацеплять застежкой. То есть смотрите, когда мы берем один конец проволок, один конец лески, и смотрите, тут на застежке надо зажать чем-то, или плоскогубцами, или ножницами. В общем, сейчас я зажму и продолжу снимать видео. Вот, значит, мы берем один конец проволок, лески, и задеваем вот эту нашу застежечку. Так, продеваем до конца, хорошо. И так вот мы завязываем на три узла. Вот, у нас должно получиться такое вот кольцо, как бы, да? Вот, еще чтобы оно одевалось на руку, хорошенько одевалось на руку. Вы там померяете хорошо, у меня, например, надевается хорошо на руку. Вот. То есть, когда у вас застежка на браслете, вам не обязательно надо там что-то завязывать, затягивать, потом на руку надевать, вот это вот мучение. Просто легче сделать просто застежкой, и все. Я сделала застежкой, потому что мне будет жалко, если он оторвется, этот браслете, и больше его никогда не оденешь, поэтому я сделала застежкой. Все, теперь отрезаем лишние... лишние концы лески, вот так вот, и на этой стороне. вот, теперь, так, все, браслет готов. Так вот сложим, и нужно спросить у кого-то из взрослых, там, родителей, или еще у кого-то. Чтобы они зацепили вам этот чудесный и несложный плетений браслетик. Вот. Вот какую красоту мы с вами сегодня плели. Ну что же, всем пока, до новых встреч. Если вы хотите не пропустить мои другие видео, подписываемся на мой канал, и не забываем в комментарии. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...